После этого боя игрок на Т-29 не мог спать целую ночь. Он писал, что у него тряслись руки, колотилось сердце и вообще просто какой-то эмоциональный срыв случился. Что здесь такое произошло и как этого парня довели просто до нервного срыва, сейчас увидите. Ну будет в общем очень интересное сражение, как вы ребята наверное уже догадываетесь и начинается все с того, что наш товарищ на Т-29 чешет просто в наглую по центру, занимает здесь отличную позицию для танкования от башни и враги по-моему просто в полном шоке находятся. Он так нагло их поджал, как и союзники, которые там вдалеке где-то стоят прячутся, надеются, что у них будут какие-то прострелы, но куда там. Сейчас будет битва против вражеского Т-29, который постоянно ерзает башней и довольно сложно выцелить его ту слабую точку на крыше. Но лучше наверное по Игл-7 пытаться, по СУ-100У давать дамаг, потому что там будет проще наверное пробивать, даже Игла пробивать будет проще. Хотя вон посмотрите, вражеский Т-29 взял и выцелил нашу башенку, но уже 1710 натанковал, ребят. За полторы минуты после начала боя для Т-29 я считаю неплохие показатели и в итоге он добивает беднягу на СУ-100У и дальше уже будет потяжелее. Ну потому что СУ-100У вообще было легко пробивать, а тут ребята по однам еще фугасами работают. Вон Игл-7 постоянно поливает, надо его как-то за это дело карать. Вот повезло, что он не попал сейчас. А, это Т-29 фугасами тоже по нам работает, ничего себе. Так, начинаем пробивать и гляньте, они как неприятно закидывают, прям обидно. Они так могут сейчас и расколупать нашего героя фуджейсками. Так, еще один дамаг по Иглу-7, залетает неплохо, а нам удается танкануть его, выстрел удар сдержан. И сейчас надо аккуратно, может под башенку зайдет? Нет, туда не зайдет, лучше выцеливать сверху командирскую и тогда будет более-менее спокойно залетать. Так, нет, Т-29 не так просто. Но у него куда-то прицел соскальзывает и он, видите, выше, выше отправляет снаряд. А ну Игл опять подставляется и походу мы его сейчас упакуем в ангар. Как прикольно, да? 1Т-29 продавил, можно сказать, целое направление. И теперь очень важный союзник ВК-2801 заходит слева к ним и отвлекает ребят. Здесь надо было пользоваться и 29-му отписывать Альфу. Но два рикошета в бортбашне, вот это невезение. Так, надо Игла-7 добить. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот зря ты не добил Игла раньше, потому что, видели, на 200 нам прописал 249. Очень неприятненько. Так, даем плюху по Т-29 и пытаемся вытанковывать дальше. Союзников, кстати, все меньше и меньше. Чет уже 4-6 проигрывает наша команда. Поэтому надо сейчас в финале быть аккуратными. Продолжает танковать 29-й. А ну-ка, давай еще раз выцеливаем. Ну, ну, надо уже Игла, да, добирать. Добираем Игла-7 и остается здесь Т-29. Кстати, можно было бы его и фугасиками сейчас попробовать. У него 126 хп, у нас 5 фуджесов. Да куда ж ты? Ну не так. Откатываться назад надо. Вот теперь догадывается все-таки он зарядить тут фугас. И походу сейчас 29-й улетит, скорее всего. Ой, он еще и подставляется. Надо только грамотно швырнуть. Ай, всего на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а тут сзади гости появляются. У Шкода Т-40 приходится срочно менять тактику. 29-го добирает наш союзник, а нам надо разворачиваться и принимать ребят с другого направления. А тут их целая троица. И опять-таки там вражеские Т-29 довольно приличные танки приехали. Т-25 пополам. Все могут нас пробить. Да, Т-29-го почти все на своем уровне с ним могут пробить. Даже на шестом. Да, даже на пятом. Потому что очень картонный корпус. На пятом многие его прошивают. Так. Ну что, будете выкатываться, ребят? Надо, надо вам слиться здесь и третий фраг нам подарить. Надо проверять, кстати, чтобы никто с центра неожиданно там не выкатился. Но тут вроде у нас ВК страхует. Или он не очень хочет страховать нашу заднюю часть. Опа, она сейчас будет прокатываться КВ-2. Плюха должна залететь и на 322 отлетает. КВ-2, кстати, с вертухи кидал под немцу, нашему союзнику. Но у него не вышло. Так, впереди КВ-1С. Квас пытается прям вылезти. Надо его как-то поймать. Надо его поймать. Потому что подпортит. Ой, говорю, подпортит нам этот Квас. Жизнь в финале еще. Т-29 выезжает. 115. Рикошет. А что там? У Т-29 что-то не так. 115 он стоковый, походу, в нуляку. Так, контролим. Но пока не хотят. Не хотят враги высовываться. Но 29-й понимает, что если он выйдет, мы его здесь ждем. То он, скорее всего, улетит в ангар. Можно было бы ромбануть ему попытаться. Но опять же опасно. Там у него совсем мало ХП. Наш Т-29 тоже понимает, что дальше стоять на этой позиции опасно. Потому что непонятно, как себя они поведут и не приедет ли сейчас кто-то неожиданно сзади. В это время союзники просто все посливались. Остается последний наш союзник. Это КВ-2. Но будем надеяться, что он еще немножко там поиграет. Потому что, ну уж совсем мало ХП у Т-29. 175 ХП на финал. Но этого может не хватить. Ну что, ребят. Пока вы ждете, смотрите финальную часть. Сейчас будет, кстати, самая классная развязка. Из-за которой как раз-таки у него и случился нервный срыв у этого Т-29. Давайте я вам быстро напомню важный момент. Такой спонсор этого ролика у нас, ребята, с обалденнейшего сайта ВотГолд. Где вы прямо сейчас можете выиграть кучу всяких разных классных штук. Во-первых, прям танк 8 уровня. Золото. Железно можно получить. К тому же на ВотГолд такая классная штука есть. Что если вам выпадет прям танк, который у вас уже есть в ангаре. То вы получите полную стоимость его в золоте. Поэтому с этим никаких проблем. Кроме того, на ВотГолд действует колесо бонусов, колесо удачи. Слева на сайте заходите. Там куча-куча разных призов. Можно поднять. Причем призы выпадают, ребят, гарантированно. Поэтому заходите. Ссылка на ВотГолд в закрепленном комментарии находится. Пролистайте. Посмотрите там кучу разных коробок. Какая может приглядница. Если будете пополнять счет, то обязательно при пополнении, ребят, вводите обалденный промокод. Который тоже находится в закрепленном комментарии. Промокод Бомбилка. Только с двумя О там. Не перепутайте. В общем, лучше запишите его из закрепленного комментария. Промокод многоразовый. Поэтому можете смело скидывать его друзьям, соклановцам, совзводным. Всем вводить его при пополнении счета. И каждый, кто его введет, получит эксклюзивный подарок-бонус. Причем этот же промокод работает еще и на сайте ВотКит. Так что можете и там получить подарок. И там. Поэтому промокоду спишите. Вся информация в закрепленном комментарии к этому ролику. Ну и сейчас начинается финальная битва. И Т-29 жутко везет. Его должны были сейчас отправлять в ангар уже эти ребята. КВ-2 и Шкода. Ну почему-то они облажались. Непонятно, кстати, почему. Также, ребят, напоминаю, что в этом видосе проходит розыгрыш золота еще и от нашего канала. Вы можете выиграть до 10 тысяч голды. Для участия в нашем розыгрыше подписывайтесь, прожимайте лайк, врубайте колокольчик обязательно в режим все уведомления. И пишите позитивный комментарий с вашим игровым ником. Участвуйте, побеждайте. А мы смотрим, ребята, финальную развязочку. 5 фрагов уже на счету у 29-ки. Ну что, как думаете, сможет он затащить? Совсем мало ХП. Еще опасные враги против нас. Вражеские Т-29. У Шкоды там 5 фрагов уже. Еще и арта где-то катается. Решает он обмануть Шкоду. Показал всем видом, что поехал с одной стороны. Сам разворачивается и хитро едет на другую. Уже видно, что у него нервишки шалят. Посмотрите. Ручки-то, ручки-то трясутся. Арта подсвечивается. Надо добрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Не залетает вертуха. И к тому же мы сейчас в КД. А где-то рядом может быть Шкода. Захват базы еще идет. Вот. Две минуты. Скорее всего, Т-29 на захвате. Выезжаем. Шкода прямо здесь. И она не смотрит на нас. Как же повезло. Так. Теперь срочно добивать арту. Союзники в чате болеют. Т-52 пишет. Смотри, Т-29. Я в тебя верю. Вон, пишет в чате. А вы верите в Т-29 сейчас? Сейчас. Так. Пытаемся проверить арту. Но пока... Пока что никого. Ты кого боишься? Быстрее, пишет КВ-2. Но время-то реально идет. Потому что осталось, ребята... До захвата базы полторы минуты. А Т-29 съезжать не будет. Нужно срочно добивать арту, которая скорее всего... Арта могла сейчас по-хорошему поехать. Встать на захват туда. И мы бы уже могли не успеть. Если она сейчас встанет на захват, будет очень сложно. Ай-яй-яй-яй-яй. Выкатываемся. Сейчас будет решающий момент. Сейчас, ребята, все будет решаться. Минута. Чуть больше минуты остается. Ну что, 29-й, давай. Сейчас самый важный момент боя. Выезжаем на сбитие. Аккуратненько. Они, скорее всего, отсюда нас и ждут. Т-29 подсвечиваются, но сбить не получается. Где арта вообще непонятно. Вот это... Вот это нервы, конечно, в финале. Еще раз выезжаем. Он рискует прокатиться. Потому что уже нечего терять. Уже нечего терять. Неужели... Неужели он сейчас проедет незамеченным? Я обалдею тогда. Не, он сейчас заедет, заблокируется. Хват. Т-29 прямо перед нами. Видно кусочек. Ай-яй-яй-яй-яй. Не залетело. Ну там, по-моему... А че он не... А че он не выкатывается? Т-29 вражеский. Сейчас арта... Арта может... Может сзади кинуть. Очень... Очень опасно все. Ну, выкатывайся. Ай-яй-яй-яй. Ну, захват-то заблокирован вроде. Но все равно опасно. У него стоковая пушка. У вражеского Т-29, да? Да, но мы ж видели. Арта подсвечивается. Есть шанс добрать. Он сейчас будет выезжать. Добираем арту! Тут же надо убегать от Т-29. И мы, по идее, танканем от него один снаряд. Да? Должны. Вот он выкатывается. Решает Т-29 обойти с другой стороны. Набирает скорость. Начинается какая-то карусель. Начинается чисто карусель. Кто ошибется? Вот здесь можно его поймать. Можно поймать! Ну, рискуй! Ай, да что ж ты делаешь? Этот сейчас будет пользоваться. Он выкатывается. Но мы танкуем! Он на фугасах? Он на фуджесах. Критический урон опять. Да что ж такое? Надо выезжать! Выезжать! Не пробьет! Не пробьет фугасом! Нет! Каточек стоит! И это победа! Вот это, ребята, эпик! Сейчас увидите, почему его до нервного срыва довели в этом бою. Сейчас покажу итоги. Там будет написано. Ну вот, ребят. Редлик. Это Колобанов. Паскучи. Защитник. Основной калибр. Стальная стена. Воин. Посмотрите, как называется бой от эмоционального шока. И описание тут. Что мне говорить, я не знаю. Это просто бой моей мечты. Адреналин. Полыхал. Руки тряслись. Губы молили. ВБР. Я в шоке. Это просто самый лучший бой на данный момент. Я сегодня спать не буду. И описание эмоционального. От эмоционального шока. Конечно, это эпик. Так вот, командный результат, пожалуйста. И вверху справа. Сейчас, ребят, появляется шикарный вчерашний другой видос. Зайдите. Кто не видел, тоже зацените. На этом все. С вами был ваш Бомбилка. Всем желаю удачи, ребята. Увидимся. Все на видос справа. Сейчас залетаем. Там безумный бой тоже. Вам понравится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok